Привет, привет, дорогие любители математики! Задача из лихих 90-х, да там прошла моя молодость, юность, 20 лет было, до 30, да и сейчас самый прекрасный, но тогда было весело. И вот задача про проценты. Привозит предприниматель фуру арбузов на рынок в Челябинск. Отдал на овощную базу храниться и через какое-то время будет торговать. А человек в фуфайке нарушил условия хранения. И что из этого произойдет? Насколько денежек угорит предприниматель? И как потом разбираться с этим человеком, который обеспечивал хранение? Деньги огромные и потеряны. Внимание! Влажность арбуз 10-килограммового арбуза 98%. Хороший арбуз. Сейчас, кстати, бесплатно дарю идею айтишникам. А что если сделать? Приложение для смартфона. Ты приходишь в магазин или на рынок, фотографируешь с нескольких сторон арбуз, и он тебе выдает заключение. Арбуз красный, сладкий, вкусный, спелый. А то приходится вот так. Смотрим пятнышко беленькое, смотрим сухой этот и слушаем. Это так выбирает арбуз одиозный дед. Ну и, наверное, все мужики нормально. Так. Раз. Итак, в этом арбузе 98% влажность. Он весит 10 килограммов. В процессе хранения нарушенный режим. И влажность стала 96%. Какова масса теперь арбуза? Ну и посмотрим, насколько же денег. Насколько, во сколько раз уменьшилась масса, видимо, во столько и денежек улетает. Настолько денежек попадает. Какие-то слова все в руку угорают, попадают. Но видео посвящено 90-м. Столько денег теряет предприниматель. Внимание. 10 килограммов. Это весь арбуз. Это 100%. Но в арбузе внутри, кроме воды, есть еще сухое вещество. Вот 98% это подавляющая часть арбуза. Вода. И там маленькая такая часть сухое вещество, которое превращает его в арбуз. А дома достаньте огурец, помидор. Ягоды сейчас пошли. Малина, крыжовник, вишня, смородина. В них подавляющая часть вода. И только маленькая часть, только доля является сухое вещество, которое превращает их именно в тот фрукт, овощ, которым они станут. Фантастика у нас на Земле. Кто это сделал? Создатель. Эволюция. Кто побросал эти щепотки в воду, которые превратили нашу планету в такую красивую, многообразную? У нас есть арбуз, абрикос. Если кому интересно, история абрикоса. Абрикос начал желтеть. В следующее видео из сада как-нибудь покажу его. Итак, здесь есть сухое вещество в арбузе. Оно 2% составляет, потому что 98% вода, 2% сухое вещество, 2% Y возьму, тот скажет, что X. Хотел X взять. Составляем пропорцию, переумножаем крест-накрест и находим Y. Y равен 2 на 10 поделить на 100. 20 на 100. 0,2 килограмма. Вот в этом арбузе 200 грамм сухого вещества, которые дают нам этот вкус чудесный. 0,2 килограмма. Так это сухое вещество 0,2 килограмма. И в арбузе с нарушенными правилами хранения, они все равно в нем. Испаляется-то вода. Итак, внимание, 0,2 килограмма. Теперь они составляют сколько? Какую долю от усушеного арбуза? 4%, потому что 96% вода. 4%. Запомните, слово процент это часть от чего-либо. В первом арбузе 98% это часть от свежего арбуза. А 96% вода. Это доля ее уже в усушенном арбузе. Понимаете? В другом арбузе. Итак, 4% в нем сухого вещества. А весь арбуз сколько? 100%. Вот мы и узнаем, сколько же весит теперь весь арбуз. Х. Крест-накрест перемножаем и делим на 4. Х равен 0,2 на 120. Делим на 4. 5. 5 килограмм весит арбуз, если нарушены условия и влажность арбуза изменилась. Как мы думаем, всего лишь на 2%. На 2 единички. На 2 показателя. Влажность арбуза 96%. Вдвое! И предприниматель с миллиона рублей, вложенных в арбуз, пол лимона потерял. Как мы тогда говорили. И ему теперь придется арбуз накручивать. Ну, наверное, втрое. Вдвое, если он накрует, он только деньги вернет. И то при условии, если все продаст. А если все не продаст. А бой. А какой-то там неспелый арбуз. Возврат и так далее. Кому-то отстегнут. И так, ему втрое придется. Вот почему цена арбуза. Когда мы говорим, о, предприниматели везут деньги нам. А может быть, это мы тут у себя храним-то, что предприниматель вынужден поднимать цену. Все мы торговали в 90-е. Теперь следующая задача. Был у меня сосед в доме быта Новосенко в Челябинске. В 90-е, в начале 2000-е. Самое крутое торговое место. Я там книгами торговал. Но, ребята знают, магазин Фолиан был. Сейчас его нет. Так что это не реклама. Так вот, у меня там был сосед, который, видимо, не понимал, что такое проценты. И вот он говорит, я закупил там какие-то персики. Ну, я грубо возьму цену сегодняшнюю. Закупил по 100 рублей. 50% я, говорит, накрутил. Плюс 50%. Ну, 50% понятно половина. Цена теперь 150 рублей. И вот они у него плохо стали продаваться. И он говорит, что-то они у меня заряжались. Буду их продавать со скидкой. Сделаю скидку 40%. 40% скидка. Продал. И 10% у меня останутся сверх того, за сколько я купил. Он даже не понимает, что теперь 40% это часть не от старой цены, а от новой. Внимание! Новая цена 150 рублей, по которой он продает людям. 1% в ней. Это 1,5 рубля. Делим на 100. 1,5 рубля. Он делает скидку 40%. 40 умножить на 1,5. 40% это 60 рублей. Скидка 60 рублей. 150. Высший 60. Покупатель отдает за килограмм этих персиков 90 рублей. Он теряет 10 рублей, а не приобретает. А он этого даже не понимает. Я прекрасно сознаю, что можно продать товары. Я сам так много раз делал. Ниже той цены, за которую ты закупил, чтобы вернуть хотя бы какие-то деньги. Чтобы на них новое что-то купить. Актуальное. Ну это же надо понимать. Он даже не осознает этого. Делает скидку. И так происходит во многих магазинах. Но сейчас я думаю, программки не читают. Или люди более толковые сидят. Ладно. Изучайте проценты. И все у вас будет. Тики так. Всем большой математический привет!